Итак, мы продолжаем с вами разбирать нашу выборку из таблиц, то есть крутоперации мы в общих чертах разобрали, а теперь будем говорить про них несколько подробнее. В частности, подробнее сегодня мы начнем говорить про оператор SELECT. На данный момент, как мы видим, у нас насчиталось много кода, но мы его благополучно грохнем отсюда, он нам не нужен. Все таблицы у нас созданы, напоминаю, давайте заглянем, что у нас есть в таблице Goods, например. В таблице Goods у меня аж, 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 ничего не вижу. О, аж пусто, замечательно. В таблице Users, о, в таблице Users у меня есть пользователи. Но таблица Users мне меньше сейчас симпатизирует, чем таблица Goods. Здесь у меня есть ID, Name, Price, ай-яй-яй-яй-яй. Давайте грохнем убейте таблицы. Как грохаются таблицы, кто помнит? Правильно, DropTable. Как называется таблица? Первая, Goods. А вторая? Users. По-моему, так нельзя. А, нет, можно. Замечательно. Мы грохнули таблицы, они у нас больше нет. Давайте создадим таблицу Goods, но уже немножко по-другому. Итак, я делаю так. Create Table. Так писать не надо, маленькими буквами. Кстати. Goods. У Goods будет ID. Int, Unsigned, NotNull, PrimaryKey, AfterIncrement. Дальше у нее будет Name у нашего товара. Это будет Varchar 255. Потом у нашего товара Name должен быть, наверное, что? Вы имеете в виду кавычки? Да. Ну, чисто потому, что мне лень. Я просто что-то как можно быстрее написать. Я вам показал, как правильно, а теперь делаю как быстрее. То есть, если вы этот скрипт сохраняете надолго, он должен быть написан правильно. Если бы я бы сейчас выполнить, ну, в этой ситуации можно и так. Если вы уверены в том, что вы пишете. Например, если я додумываюсь написать здесь слово Like, а вы уже знаете, что это есть оператор, да? Да не надо так делать. Вот тут уже потребуются кавычки обязательно. А если я пишу что-то такое не системное, то кавычки не обязательно. Ну, ладно. Я буду ставить, если вам хочется. Итак, id, name, у него будет count, количество. Это у нас будет begin, а это что begin, просто int. Просто, просто int. И, возможно, даже unsigned, потому что минус один товар не бывает. Int unsigned, not null. Начальное значение 0, если не указано, да? Так, id, name, count, price. Price у нас будет double. Double, причем, что еще по price скажем? Что он будет not null. И иметь дефолтное значение, тоже бесплатно. Бесплатные товары. Что? А, double не бывает, только целочисленное было. Выполняем, запрос выполнился, мы счастливы. Таблица создана. Можем убедиться, вот наша табличка успешно была создана. Грохаем, не надо оно нам больше. Создали таблицу, будем счастливы. Соответственно. Теперь наша задачка. Ставить сюда немножко товаров. Таблица называется goods. А точнее нас интересуют поля name, count, price. Мы будем вставлять values. С новой строки. И вставлять мы будем название, что мы будем продавать. Томато. Сколько у нас помидоров в остатке? Килотарно 10 килограмм. 10? 10. Мало мы продаем. Нормально кима помидору. Да. Цена? Старей сделано. Дорогие у нас помидоры. Дальше что мы торгуем. Ну пока будет картофель. Я думаю тут можно и больше. Он тяжел. Надеюсь правильно написал. Нет. Огурец. 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 Пойдет? Дальше что у нас еще есть? Так, есть, да? Еще раз? Масло. Масло. Я не помню как будет масло. Бутерброд. Бутерброд будет масло. Нет, нет. Нет, не туда. Это вот так будет. Все, пойдет. Эй, контур, энтер. И заполняй. Готово. Теперь в нашей таблице есть овощи. Давайте проверим. звезды. Кофром. Гудс. Вот, что у нас есть, да? А теперь, соответственно, мы с вами будем знакомиться с новыми возможностями. Вы спросите, наверное, и какими же возможностями мы будем знакомиться, да? А, соответственно, первое. Мы научимся выбирать агрегаты. Страшно звучит, да? На самом деле, все не настолько страшно, как звучит. Иногда нам нужно выбирать минимальные значения, максимальные значения, количество, средние арифметические и так далее. Агрегатами называются значения, сформированные на основе кучи значений, то есть являются составными. А в свою очередь у нас есть функции, которые называются агрегатными. Это функции подсчета количества, среднего арифметического и так далее и тому подобное. То есть те функции, которые дают один атомарный результат для целого ряда записей. Понятно? То есть много записей, один результат. Это функции, которые принимают много, возвращают одно. Вот так вот. А какие у нас есть агрегатные функции? Ну, первая функция это сумма. Вторая агрегатная функция это count. Количество. Так, а сумма не с двумя им? Нет, с одной. Аккаунт, количество. Min. Минимальное значение. Max. Максимальное значение. Group. Concad. Склеить в одну строку. AVG. Среднее арифметическое. Ну, в принципе, это все основные. Других использовать вам и не придется. Там еще есть пара специфических, но их применение мне в жизни понадобилось ровно нуль раз. Групповое склеивание. То есть склеить все результаты в один. Покажу сейчас. Сейчас мы их все разберем на практике. Среднее арифметическое. Average. Давайте я это все закомментирую. Вот так. Ctrl слэш. Закомментировал. И теперь давайте выберем следующее. Давайте выберем суммарное количество продуктов на нашем складе. Допустим. А как мы это сделаем? Мы делаем Select Sum. Суммарное количество. Sum от count. То есть сумма всех каунтов. Но count у нас является чем? Хорошим словом. Оно является агрегатной функцией. Поэтому делаем вот так. Select sum от count. From. Goods. Goods говорю. Та-дам. И у нас суммарно 320. Какой колонке? Какой колонке, да? Это значение после воды появилось об этом? Что? Какой колонке у нас открутили? Возвращает один результат по многим значениям. Называется агрегатная функция. Просто терминология, которую нужно знать. Это сейчас результат не просто показан. На свой вопрос он придет. Здесь записать. Ну, в перспективе мы это все будем ловить в PHP. Потом. Пока мы учимся просто писать сами запросы, синтаксис. А в дальнейшем мы их будем писать в контексте PHP уже кода. И у нас будет жесткое взаимодействие между ними. Так, тут понятно? Несложно, правда? А теперь давайте посчитаем количество просто товаров. Сколько у нас их всего. Если меня просто интересует количество записей, я ставлю звездочку. То есть мне не обязательно уточнять, каких полей. Количество строк считает. Еще раз? Количество строк считает. Да. То есть у нас 6 товаров. А тогда здесь можно написать было бы имя, например, ID. То есть количество IDшников. Разницы никакой. Количество... А вот теперь интересный момент. Количество прайсов. А здесь 5. Или 6. Ну вот тут вот можно было бы... Нет, не получится. А почему подвох? Здесь просто не было бы... Просто в чем подвох? Оно не будет считать налы. Если будет где-то нал. То он не будет их считать. Что? Почему он не располагал? Количество посчитало, а он разумеет. Ну вот, 6 штук. Все правильно. Это же количество, это не сумма. Давайте найдем максимальную стоимость. Как раз, почему он не посчитал? Потому что он считает количество, а не сумма. Сколько прайсов у нас, сколько цен. Максимальная, допустим, IDшник. Вот, максимальный ID у нас 6. Максимальная цена. Самые дорогие товары у нас по 100. Минимальная цена. Это у нас хлеб. Давайте посчитаем разницу между максимальной и минимальной ценой. Согласны? Понятно? Логика. Так, вы спрашивали, что такое групп конкат, да? Так, берем групп конкат и запихиваю туда, например, name. Как видите, они склеились. Можно указать разделитель, через который их надо склеивать. Еще раз? Нет, запятая в любом случае будет. Там можно вот так написать. Семператор. Например, вот так. И тогда будет без запятых. Еще раз? Вот так будет склеено просто в одно. Можно пробел поставить. Что? Все остальное? Ну, так вот, вот это склеено. Ну, мне вот так больше нравится. Так оно может быть более полезным. Да. Потому что такое мы можем получить и покромсать потом. А вот такое, когда тут склеено, уже не можем. То есть, мы получили с пара, там констерция какая-то? Да. Здравствуйте. Понятна концепция? Сложная штука в функции агрегирования. Не сложная, да? Еще раз? АВГ. А, среднюю стоимость давайте выведем легко. АВГ. Прайс. Та-дам. Более того, можно сделать средний прайс, деленный на аккаунт. Можно даже вот так. То есть, можно там даже не просто одно поле, а целое выражение писать. Вот я о чем уже сказал. Тут вопросы есть? Вопросов нет. Ну, агрегатные функции действительно очень простая штука. Но не тут-то было. Потому что мы не все о них знаем сейчас. Помимо самих агрегатных функций, мы должны с вами познакомиться с понятием группирования результатов. Для этого я все-таки вернусь к вот такому более базовому запросу сначала, а потом уже будем переходить еще и к агрегатам. То есть, вы видите, в этом запросе у меня есть какие-то поля, которые повторяются. Например, у меня повторяется количество и местами повторяется стоимость. Стоимость, да? Давайте попробуем группировать наши товары по количеству. Для этого мы дописываем такую вещь, которая называется grow.buy. В grow.buy мы указываем поле. Count. Группировать по какому полю. Обратите внимание, что с одинаковым количеством у меня potato и cucumber. Вернее, с одинаковым количеством у меня potato и x. Да? Поэтому давайте мы сделаем такой выбор. А теперь мы видим, у меня остался только potato. x куда-то ушел. Да? Вы хотите меня спросить, а что случилось вообще? Удалились повторы вроде как по этому полю, да? И все. А почему же тогда называется группирование, вы должны меня спросить? Никто не спрашивает. Никому не интересно, почему называется группирование. О, вот правильный вопрос. А все очень просто. Потому что при применении группирования и использовании агрегатных функций одновременно, мы можем получать чудеса. Например, здесь я добавлю еще count звездочка. А теперь давайте посмотрим, что у меня получается. 1, 1, 1, 1, 2. То есть, в potato у меня почему-то количество 2 получилось. Обратили внимание? То есть, агрегатные функции, работая поверх группирования, считают суммарное значение для каждой группы отдельно. Агрегатные функции, работая совместно с группированием, считают атомарное значение для каждой группы отдельно. Группа, то есть, это те элементы, у которых одинаковое значение соответствующего поля. Например, у нас группа по количеству. То есть, таких, у которых у нас 10 штук, 1, 20 штук, 1, 40 штук, 1, 50 штук, 1, а 100 штук, 2 штуки таких. Давайте теперь еще немножко усовершенствуем. Я вот здесь буду выбирать само поле count. Буду выбирать, соответственно, значение этого каунта. Ну, сколько таких штук с таким каунтом. И буду выбирать Групп Конкат от Name. Да. Да. То есть, мы видим, 10 штук у нас, таких у нас 1 штук, это помидоры, да. 20 штук, у нас только 1 такая позиция, это хлеб. 40 штук, 1 такая позиция, это бутер. 50 штук, 1 такая позиция, это кюкенбер. И 100 штук, у нас 2 таких позиции, это potato и eggs. То есть, мы сгруппировали по каунту. Таким образом. То есть, вы поняли, в одну группу попадают те, у которых одинаковый каунт, одинаковое количество. Я имею ввиду колонку каунт. Ну, давайте по прайсу, чтобы вы не путались. Давайте по прайсу. И здесь тогда я буду выбирать прайс, чтобы вы не путали каунт и функцию каунт. Так будет вам легче, может, читать его. То есть, по 7 у нас только хлеб, по 20 у нас картошка и огурцы, по 30 у нас яйца, по 35 бутер и по 100 помидоров. Дорогие у нас помидоры. Вопросы? Сложно-вастенько. А теперь давайте попробуем усложнить задачу. Усложнить задачу. Каким образом? Я говорю так. А мне нужны только те группы, у которых количество элементов больше двух. И как мне их отсюда выбрать? Ага. Ага. Ну, да, 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 вот это вот. Каунта. Вот этот. Вот эта вот колонка, больше единицы, вернее. Поставить в каунт больше единицы. Думаете в эр, да? Давайте попробуем. В эр. Каунт. Звездочка, да? Больше единицы. Так вы думаете? Да. Ну, а теперь обломаемся. Нельзя агрегатные функции использовать внутри вэра. Вот так вот. Что же делать? Ну, можно было бы предположить наивно, что если я дам псевдоним, а с x, например, да, то здесь можно будет написать x больше единицы. Но на самом деле неправда, потому что когда мы даем псевдонимы, они даются уже после выборки, а не во время. Поэтому в вэре эти псевдонимы не работают. Я вам за это говорил. Помните? В прошлом занятии. Поэтому надо что-то с этим решать. Вэр не подходит. Пробно по-моему, в конце становится. Нет, бесполезно. Дело не в этом. Ну, можно поменять, но суть не изменится. В вэре нельзя писать функции... Видите, у нас... Ну, неважно. Все равно. Некорректно. Дело в том, что для этих целей специальный оператор есть. Для групповых условий. Оператор называется Хейвинг. Он очень похож на вэр по поведению. Пишется уже после группбай. Кстати, вот этот уже в отличии. Вэра. И вот он будет работать. То есть, разница в чем? Вэр работает в процессе выборки, да? А Хейвинг фильтрует в конце, уже после выборки. В этом основное концептуальное различие. Поэтому, вот, Хейвингом не нужно фильтровать записи обычные. Хейвинг сделает как? Он загадит оперативную память. То есть, Хейвинг это выборка из выборки. Как бы, понятно? То есть, теоретически здесь-то можно было написать, что, допустим, прайс больше 10. И это даже работать будет, но не надо так делать. Это плохо. Такие условия пишутся в вэре. А вот условия Х больше одного, вот такого плана, да? Вот такое условие, ну, где вы знаете, что такое Х. Здесь можно написать, конечно же, и каунт от звездочки, на самом деле. А это убрать. Вот, вернее, вот это убрать. Разницы никакой. Не обязательно давать все за ним. Просто Хейвинг поддерживает агрегатные функции. Потому что он применяется уже после их расчета. Понятна концепция? To be or not to be? There is a question. Пока не to be говорить. Так, если нет вопросов, это хорошо. Так. Мы с вами научились немножко работать с агрегатами и сгруппированием. Научимся работать еще с одной полезной штукой. Например, у меня, ну, вот я выбираю все поля. Ну, давайте я скопирую запрос. Так вот, быстрее. Я выбираю все поля. Но я хочу, ну, вот у меня, видите, 6 товаров, да? Но я хочу вывести только первые 3. Скажем так, допустим, мне там нужно выбрать топ-10, знаете? Ну, если бы я выбирал в SQL сервере, я бы так и написал select топ-10. То есть выбрать первые 10. Но так как я выбираю в MySQL, это делается немножко по-другому. В MySQL для этого есть оператор, например, лимит. Лимит, допустим, 3 записи. То есть я хочу выбрать 3 самых верхних записи. Как видите, у меня идет 1, 2, 3. Но иногда мне нужна ситуация, когда мне нужно выбирать не с самого начала. То есть, например, я хочу пропустить энное количество записей. Тогда я здесь ставлю запятую и указываю, например, 1. Ой, наоборот, 1, 3 в таком случае. 1, 3. Это значит пропустить одну и выбрать 3. Понятно? Если я выберу вот здесь вот 2, значит пропустить 2 и выбрать 3. А сартировка какая-то несправданная сейчас? Ну, сейчас, собственно, так как упорядочные записи в самой таблице. По айтишнику, проще говоря. Но вообще сартировка надо указывать в таких случаях обычно явно. Это считается хорошим тоном. Сейчас мы о ней поговорим. Тут понятна концепция с лимитом? Тут сверху есть по порядку, да? Мы можем упорядочить как нам угодно. Сейчас мы об этом поговорим. Лимит это просто количество. То есть, сколько штук и от скольки пропустить. То есть, если без лимита, напоминаю вам. Сейчас, то есть, я получил все, да? А я хочу, например, с третьей по шестую, да? Тогда еще раз я пишу. Лимит пропустить 2 и выбрать сколько? Третья по шестую, да? Третья, четвертая, четыре. Пропустить 2 и выбрать 4. Готово. С третьей по шестую. Так? Понятная концепция. Но мне на самом деле вот эта форма записи не нравится. Мне нравится другая форма записи. То же самое можно написать так. Лимит 4, offset 2. Выбрать 4, пропустив 2. Читается легче просто, чем запятая. Больше смысла. Вообще SQL такой язык, который можно читать как предложение. Выбрать все из товаров, ограничиться четырьмя, пропустив 2. Правда, читается хорошо? Поэтому лучше писать вот эти вот более многословные конструкции, которые вам дают больше смысла, смысловой нагрузки. Тогда запрос считается как предложение. Или он выше. Выбрать цену, количество строк и соединенные имена из товаров, сгруппировав по цене, для которых количество больше одного в группе. Так? Ну, то есть, если читаете, вон, я ее вижу, что похож на английский. Так. Это у нас есть. С лимитами разобрались. Да? Сложно что-то есть? Вообще нет, да? А теперь давайте, соответственно, поговорим про еще один такой вот момент. У нас есть сортировка. Мы можем сделать, допустим, select звездочка from goods, да? И в этом случае мы смотрим, они отсортированы по чем? По ID. А что, если нужно сортировать их, например, по цене? Все очень просто. Order by сортировать по? По rise. Сортировать по цене. Отсортировали по цене. Иногда мне мало просто отсортировать. Мне нужно отсортировать по убыванию, да? По убыванию цены. В этом случае здесь нужно написать еще desk в обратном порядке. То есть есть два направления. Это ask и desk. Ask прямое направление. Desk обратное, соответственно. Ask по умолчанию. Ask по умолчанию можно не указывать, правильно. Это отмечено к большему? Да. По умолчанию отмечено к большему. Если по нейм. А если по нейм, да пожалуйста. По алфавиту. Ну сейчас в обратном, потому что desk написал. А если здесь ask или ничего, тогда будет в прямом порядке. Bread, butter, cucumber, eggs, potato, tomato. Замечательно. Теперь давайте обобщим полученные нами знания. Так сказать. Это еще не полный синтаксис оператора выборки. Но теперь он дополнен целым рядом операторов. На самом деле мы сейчас разобрали основной пакет, входящий в специфику выборки языка SQL. Итак, общий синтаксис мы говорим следующим образом. Select. All. Или distinct. All. Или distinct. Потом мы должны перечислить, что мы хотим. Expression. Давайте то, что мы вписываем, то есть, что я подозреваю, что сейчас что-то надо подставить. Я буду писать вот так. Ну просто, чтобы вам было потом легче читать. То есть здесь какие-то выражения. Потом мы можем указывать from. Так. Раз, раз. Продолжим. From. Вот тут дело в том, что... О. Так что-то лучше. From здесь есть такое понятие, как Table Reference. То есть описание таблиц. Table. 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 Ref я пишу. То есть Table Reference, описание таблиц. Ну там могут быть не только таблицы, там могут быть и представления, и еще много чего. Потом может идти... Здесь может идти... Вот это значит или. Или columns, колонки, да? Или. Так, или это вот такая палочка. Или. Expressions. Или выражение. Или. Position. Номер колонки. Можно указать. Вот так вот. При этом... При этом еще можно здесь указывать дополнительную настройку. Группирование. Ask. Или. Desk. То есть в каком порядке при группировании этот столбец будет сортироваться. Ну, роль эта особо не играет. После Group By. После Group By. Может идти Having. Как мы уже выяснили. И здесь я пишу вот так вот. Group Condition. Групповое условие. После Having. Что? Order By. Column Names. Так, тоже здесь. Здесь может быть либо Column Names. Либо... Короче вот так. Либо Expression. Либо Position. То есть все же самое, что для Group By. После Order By обычно идут лимиты. И тут два возможных синтаксиса. Либо... Офсет. Запятая. Лимит. Либо... Офсет. Офсет. Но мне второй больше нравится. Райант. Потом. Возможно. 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 Into. Так вот. Так вот. Таблица. Или. Переменная. Я думаю. Я вэйр потерял. Где-то. Еще перед Group By. Вот здесь. Вэйр. Вэйр. Вот так. Вот это такой более-менее. И все равно не полный синтаксис оператора выборки. Что? Ну это где-то его третья часть. Ну это тот функционал, который используется чаще всего. Тут также есть вопросы. Ну например, можно указать High Priority. Что означает, что он высокоприоритетный. Можно указать SQL Small Request, SQL Big Request. Которые будут подсказывать, как лучше эти данные, скажем так, оптимизировать. Можно указать кэшировать, не кэшировать данные этого запроса. Кэш-но-кэш. И так далее, и тому подобное. Но вот это та часть, которую вы будете реально применять на практике. И применять ее не один раз. Вот в чем дело. Поэтому это то, что вы должны запомнить. Да, вы должны это уметь писать. И не ошибаться в нем. Ну, все, что в квадратных скобках, вот, это не обязательная часть. Нет, это не обязательная. Ну что, у нас просто надо, если ты раздеваешься. Фигурные скобки, это значит или-или. Я здесь не закрыл фигурную, да? Это значит или вот это, или вот это. То есть, или переменная, или таблица, в которой будет выборка сделана. Может быть. Здесь тоже. Или вот такой синтаксис, или вот такой синтаксис. Так? Понятна концепция? Так, запишите. Таким образом мы с вами познакомились с большим и страшным оператором 7. Так? И даже попробовали некоторые фишки из него. А, подождите, я хочу вам задание дать. Спасибо.